Прокляст! Смертные приняли бложество решений. Пусть они не повлияют на основное течение дел определенный эффект они произвели. Давайте посмотрим. Генерал Греймор. Один из ключевых персонажей. Это ясно как день. Наш герой спас Эдель от скактей помраченного разума. Девушка ему весьма признательна. Да, Греймор решил поддержать Гардену в битве с Дженетасом, но повезло ему, что он выбрал верную сторону. Еще Влен решил разгромить в лагере людей близ клана помраченного разума, хотя понятия не имел, кому они служат. Как знать, аукнется ли это в будущем. И все равно его усилия не предотвратили поражение Империи. Дженетас вышел победителем, но война продолжается. Люди еще могут отыграться и успеть защититься. Но, зная имперцев, трудно это себе представить. Свершение битой Салана охотиться из ручей союз между людьми эльфами все-таки укрепился. Думаю, Гарден уважает ее. А она его. У меня нет особого дела на отношении смерти, кто кажется, когда-нибудь она может пригодиться. Или наоборот, ведь Гарден готов пожертвовать эльфами без зазрения совести ради победы над демонами. Почти что жаль Салана. Ей пришлось убить собственную ученицу. Как ее там звали? Валенье? Неважно, она уже мертва. И так смертные поступили любопытно, не так ли? А ведь есть ли у них шанс пережить войну? Время покажет, полагаю. Я достаточно, чтобы следить и руководить, как прежде. Работы все еще предостаточно. Чего ты хочешь, Тень? Господин желает вас видеть. Хорошо, иду. Действие все равно закончил. Что ж, очевидно, мы закончили легенды Аркайна, книгу людей первую. И пора, наверное, сказать что-нибудь по поводу этой кампании. Да? Давайте включу экранчик, чтобы было чего на фоне вообще зыркать. Во-первых, что мы имеем? То, что мы еще не полностью, вот прям абсолютно всю кампанию прошли. У нас есть варианты выбора. Значит, есть и как минимум одна глава, которую мы не сыграли. В нее я сыграю стопроцентно. Переграю, соответственно. В принципе, интервью достаточно переграть, выбрать другой вариант ответа. И, соответственно, нас перекинет в другую главу. Полагаю, что после этого мы в последней этой главе будем выступать уже на другой стороне. Хотя я могу ошибаться, да? Можете меня поправить, если хотите. В любом случае, я это уже, скорее всего, узнаю к моменту выхода. Но суть такова, что основное прохождение я объявляю завершенным. Самая главная цель прохождение, прохождение, как ни странно, я его завершил. Остальное это уже опционально. И, может быть, я как-то придумаю в одно видео, может, это умещу. Может, в отдельное видео умещу. Не знаю я пока как. Но, в общем, может быть, если мне будет охота, я покажу выборы, что они влияют. По идее, это не сильно так должно влиять, да? Скорее всего, вот это Эдель. Если мы её не будем прокачивать демонов, она останется человеком. Вот. Ну и, видимо, в эпилоге просто обозначаются наши ключевые моменты. Что мы сделали, что мы не сделали и так далее и тому подобное. Вот так вот. Что я могу сказать по поводу самой компании? И это уровень, ну, годов максимум, наверное, десятых. Когда, знаете, вот начиналось развитие матмейкинга для Варика, да? Только с некоторыми фишками, механиками современности. То есть слабенький лан, стандартные войска и всё такое. Только уже со знаниями нынешних лет. Ничего, короче, что-то сверх особенного нет. И, честно, сложно понять. Надеюсь, что им так нравится вся эта линия эко-компаний. Вероятно, за масштаб, огромный размах сюжета нас постоянно перебрасывает с одной точки действий в другую. Постоянно меняем героев. Постоянно меняется геймплей. И... Да, это непросто, но... Блин, посмотрите сами, насколько все главы были затянуты, а? По-моему, мне кажется, это уж слишком. Да, я совершал некоторые ошибки, но я играл довольно оптимально, чтобы... Ну, по крайней мере, был какой-то шанс проявить, а не и рашить там или ещё тут чего-чуть нибудь типа того. Вот. Да, в принципе, и рашить тут никогда и невозможно, потому что у тебя периодически нападают... Смотрите, тоже главу орков, когда тебе, блин, высунуться из лагеря не дают. Как будто там башен не ставил, их сносят. Тебе периодически нужна защита В лагере, чтобы Короче, тебе надо защищаться в лагере И тупо сидеть в нем Тебе не дает тупо выдохнуться Практически Надо искать именно идеальный подходящий момент И пить этих поганых орков Вот так вот Та же глава с эльфами Это вообще ад был Там не грифонов Грифонов то не было Там были наездницы с мелкой магической атакой Еще хуже Вот так вот То бишь, я не скажу, что мне это понравилось Что было весело Было динамично как-то Это было затянуто и скучно Да, это затянуто и скучно Однозначно Но за масштабы, конечно, можно Отдельный плюсик поставить Уже здесь я спорить не буду Все масштабно Очень масштабно Я бы сказал, даже слишком Но именно на это и рассчитаны Легенды Аркаина Полагаю, остальные компании Из этой линейки Будут примерно такой же сложности Примерно таких же масштабов И так же затянуты Буду ли я проходить дальше Но, как бы, у меня особого выбора нет Проходить дальше или нет Так что, вероятно, да А просто Как быстро я начну это делать И успею ли к следующему сроку Пока я не знаю Что ж Кстати, 11 глава так и не открылась Спасибо за баг Который не дает это Короче, из-за которого не открывается глава Вероятно, я полагаю, что в 10 главе открывается 11 А в секретной Об этом Действие, в общем, не прописано Открытие кнопки Вот В общем, что я могу сказать Компания на троечку Здесь нет тут чего-то сверхособенного От чего бы я сказал вау Это реально годная компания Но это не годная компания Это Средняя компания Причем в этой средней компании много халтурок Всяких Окей Все Я предоставляю слово вам Мои подписчики Поэтому Можете писать комментарии свои Свои мнения высказывать по этой компании Пишите, что думаете Спортите со мной Не спорьте со мной Соглашайтесь Не соглашайтесь И так далее А я Откланяюсь на этом И отдохну немножко Все Прохождение завершено Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Добавляйте роли к себе Комментарии Не забудьте про них И увидимся в следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok